приветствую с вами я веган христолюб а с вами сегодня вот такое вот видео христос бог любовь животным видео устраивается поудобнее включайте громкость побольше и их я вы знаете как я люблю большие ролики кто меня смотрит знает что через эти видео можно для себя открыть полноту познания истины потому что я люблю все разбирать очень до мелочей и не люблю вот эти вот какие-то такие пафосные фразы которые как угодно можно воспринимать мы с вами благодаря этому видео она будет длинная мы с вами узнаем что иисус это христос христос значит мессия то есть иисус мессия мы знаем узнаем с вами что иисус бог и мы с вами узнаем что он любит животных он сам есть любовь к животным и нам проповедует любовь животным вот эти сегодня три вещи мы с вами с сегодня будем о них с вами разговаривать там ролик называется восхождение в юрусалим я сделал страничку на своем сайте авторском христианском сайте христалюб.ру или христалюб.рф по-любому наберете высветится моим мой сайт в описании первым будет ссылка на эту страничку если в принципе найдете то что я буду говорить для вас в устной форме и так это очень известный очень знаменитый такой эпизод где иисус восходит в юрусалим но восходит он такое слово потому что в основном в древности все города строились на вершинах для того чтобы их было легче защищать при нападении поэтому называть восхождение но по сути просто иисус шел в любой город мог идти в любой город и могло бы от как по-другому поэтому слово восхождение означает но как поднимается и из любого евангельского эпизода любой человек может вынести для себя очень много пользы частности из этого эпизода где иисус восходит в иерусалим причем восходит не своими ножками а поднимается на ослики очень много классных интересных иллюстрации на эту тему они очень разные вы знаете я всегда об этом говорю посмотреть даже на иллюстрации как они все по-разному отображают этот эпизод где-то мы видим что-то художник имеет право дорисовывать потому что этого нет евангелия к сожалению очень часто на иллюстрациях рисует того чего даже нет вернее противоречит евангели в котором что-то описано какие-то конкретные мысли там или события или еще что-то это конечно я считаю что очень печально все-таки иллюстрации должны приблизительно соответствует тому ну что действительно в евангелии хотя бы в тех евангелиях которые до нас дошли описывается все таки или картинки иллюстрации должны все таки я считаю этому максимально соответствует но у нас есть они по разные есть вещь конечно который нам неизвестны в евангелии тут уже художник в принципе имеет право и свободу что-то дорисовывать дофантазировать может быть у него внутренность откровения то там было нам это неизвестно на этот эпизод конечно очень тоже много разных интересных картинок так вот сегодня мы с вами я мог бы записать три видео вот разбить чтобы они были поменьше но мне все все таки хочет чтобы был контекста и несмотря на то что темы будут немножко разные все таки они имеют общую основу да этот эпизод надо знать я в описании к этому ролику обязательно сделаю тайм-коды и вы сможете и сами посмотреть по тайм-кодам если вам какой-то эпизод не очень интересно в принципе можете пропустить а если вам интересно все можете посмотреть но и поделиться кому-то вы можете конкретную тайм-коду подвести и поделиться с человеком ссылкой на конкретное место ролик добавлю тоже в несколько разных плейлистов плейлистов позже вы узнаете какие конкретно и так на этом в принципе еще немножко скажу и предисловие мы с вами закончим прежде всего я вам озвучу 33 мысли 3 на который мы сегодня будем с вами рассматривать из этого эпизода ну давайте я вам сначала считаю что у меня в аннотации к страничке иисус христос на ослики едет в иерусалим библейское событие о том как это библейское событие о том как иисус за несколько дней до своего ареста в очередной раз пришел в иерусалим да на этот раз не своими ногами а поднимался иерусалим на необъезженном ослики исполнив тем самым древнее пророчество но что мы можем увидеть в этом евангельском событие кроме исполнения древнего пророчества и какую пользу приобрести для ума и сердца своего из этого эпизода узнаете об этом на этой странице и в этом идет но какие же вы с вами сегодня будем с вами основные мысли рассматривать ну первое это само во первых еще раз скажу знаете какую мысль казалось бы конечно мы с и христиане я надеюсь поймут меня правильно надеюсь у них есть чувство юмора те которые осмотрят ох есть веселье и радость в том числе кто у нас сегодня будет в центре внимания иисус иисус а а еще кто ослик этот ослик будет занимать не последнее место а точнее он будет занимать даже первое место я надеюсь христиане меня понимают и не обидится даже христос будет на втором плане именно с ослика мы будем начинать вами рассмотрение всех сегодняшних мыслей конечно же на самом деле но иисус центр нашего рассмотрения но ослик ослика все будет начинаться и вот это вот связь неразрывная я хочу что запечатлелась эта картинка сейчас глазах это иисус и ослик вот очень важно я вам специально показываю картинки где здесь много людей ведь на самом деле вот опять же иллюстрации где показано много людей они правильные потому что иисус пол среди народа это его окружала толпа теснило вот его приветствовал кто-то его ненавидел но в любом случае было много народу естественно чтобы сконцентрировать внимание есть иллюстрации где вокруг христа как будто никого нету они конечно же как бы неправильно со стороны евангельского повествования но чтобы сконцентрировать наше внимание в принципе они очень правильно изображают то на что у нас вы сегодня с вами будет сфокусировано все внимание ну вот яркий пример такой иллюстрации она как раз есть и на значке сегодняшнего видео конечно же по этой картинке видно что тут руки чит в уголке я пытался найти полную картину это же видно что это лишь фрагмент какой-то большой картины но я не смог найти но в любом случае даже если мы найдем какую-то большую картину и видно что люди вон пальмовые ветви опять здесь есть мы видим что иисуса не теснят вокруг него никого нет мы можем с вами спокойно на нем сконцентрироваться внимание на нем и на ослики вот очень важно был классный хороший ослик о котором мы с вами сегодня будем очень много говорить итак я вам сейчас зачитаю наперед 333 момента которых мы сегодня будем с вами говорить первое что вот этот вот момент восхождение иисуса вирусалим на ослики это ветхозаветное пророчество о христе исполнившиеся именно так как было предсказано иисус именно на ослики будет вот вот грей грядет иисус вирусалим идет да и можно было бы в отдельный выделить плач христа вирусалиме но я это совместил мы об этом с вами поговорим вместе плач иисуса по ирусалим то есть еще раз первое с вами разберем момент о том что ветхозаветное пророчество христе и плач иисуса об ирусалиме второй момент это эксплуатация ослика иисуса иисус любил животных или нет мог он себе позволить эксплуатировать животное если он есть бог любовь и сотворил все в том числе и каждую живую душу разберемся с этим вопросом и третий момент это власть христа над животными оседлание необъезженного и ослика в котором мы с вами увидим очередной раз что иисус и есть тот бог который сотворил вот такие вот три темы мы с вами разберем прежде на этом мы с вами предисловие заканчиваем практически я еще вам зачитаю это этот эпизод вы знаете как я не люблю вырывать из контекста поэтому сегодня неважно кто будет слушать кому-то может и охота все целиком слышно и я убежден что если христианин слышит евангелие он готов слушать бесконечно но я даже упущу для вас а если ты не христианин то как раз до него прозвучит евангельское слово и он либо примет его либо нет а если он его отвергнет ну значит я со своей стороны сделал все единственное я вам пропущу евангелие от марка потому что они с евангелием от матфея очень близки я себе позволю его упустить вы все сможете зайти на страничку которую я уже анонсировал где все эти есть вы можете сами познакомиться я специально все это делаю у вас на экране чтобы в принципе могли даже из монитора или с телефона или с компьютерного монитора чтобы все это могли читать вот делу вам крупнее что вы могли если вам интересно никуда там не лазить не искать а прям прям с телефона смотреть и так давайте вам прочитаю события есть абсолютно очень редко когда у нас есть четыре евангелия такие так называемые канонические которые до нас дошли очень редкие события есть евангелие которые повторяются описание которых есть во всех четырех евангелиях восхождение иисуса в юрсалим на ослике это именно одно из таких событий евангелие от марка это 11 глава с 1 по 11 стих который мы с вами упустим только из-за того чтобы все просто конечно по два раза не читать а евангелие матфея это 21 глава с 1 по тоже 11 стих давайте прочтем и когда приблизилась приблизились они к иерусалиму то есть иисус с учениками и пришли в вифагию горе елеонской тогда иисус поставил двух учеников сказав им пойдите в селение которое прямо перед вами и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею отвязав приведите ко мне если кто скажет вам что-нибудь отвечайте что они надобны господу и тотчас пошлет их все же это было да будет сказано через пророка который говорит скажите дочери сионовой вот царь твой грядет к тебе кроткий сидя на ослице и молодом осле сыне под еремной ученики пошли и поступили так как повелел им иисус привели ослицу и молодого осла и положили на них одежду свои и он сел поверх их множество же народа постелали свои одежды по дороге а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге народ же предшествующие и спровождавшие восклицал ассанна сыну давидову благословен грядущий во имя господне ассанна вышних когда вошел иисус в юрусалим весь город пришел в движение и говорил кто он народ же говорил это иисус пророк из назарета галилейского евангелие от луки то же самое эпизод описывается в 19 главе с 29 по 44 стих в принципе мы с вами давайте все тоже пропустим здесь есть некое дополнение которого нет других евангелия и некоторые из фарисеев после этих восклицаний ну тут давайте с вами заодно восклицание прочтем они немножко отличаются от тех которые были описаны в матве и марка и в матфее люди могли кричать много по-разному это никак не противоречит друг другу благословен царь грядущий во имя господне мир на небесах и слава вышних некоторые фарисеи из среды народа сказали иисусу учите запрети ученикам твои но иисус сказал им в ответ сказую вам что если они умолкнут то камни возопию и когда приблизился гордо то смотря на него заплакал о нем и сказал о иерусалим о иерусалим если бы и ты хотя бы в этот день твой узнал что слышит что служит к миру твоему но это сокрыто ныне от глаз твоих ибо придут на тебя дни когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставив тебе камни на камне за то что ты не узнал времени посещения твоего я сразу обращу здесь внимание что иисус сказал эту фразу до сказываю вам что если они умолкнут то есть дети которые тоже восхваляли иисуса христа что если они умолкнут то камни вас пьют это живой пример что в принципе я специально завел ведь эту отдельно страничку как я вам сказал что этот эпизод здесь много можно чего еще взять и в будущем может быть я вам обязательно поведаю и отдельно и на другие места хотя у меня есть отдельно на канале христалю по чтению библии иных писаний есть целиком записанные есть новый завет и свет хи завету себя библия целиком там вы можете обратиться и посмотреть последовательное мое чтение с моими комментариями посмотреть послушать конечно это мог обратить внимание тоже не на все не все разжевать именно поэтому я еще пишу отдельно вот такие вот ролики на проповеди хотя они казалось бы по писанию но как видите тем очень много их можно выделять всегда отдельные видео может быть когда-нибудь мы до этой фразы доберемся бог управит мы посмотрим кратко его мог сказать муж не буду а то ролик получит слишком длинный да это по идее у меня пока и так кто предисловие идет и я вам еще зачитает евангелие от она обязательно потому что здесь мы еще с вами видим некоторые нюансы это 12 глава евангелия от она с 12 по 18 стих на другой день множество народа пришедшего на праздник услышав что иисус идет иерусалим взяли пальмовые ветви вышли навстречу иисусу и восклицали асанна благословен грядущий во имя господне цари царь израилев иисус же найдя молодого осла сел на него как написано как написано у пророка не бойся дочь сенова вот царь твой грядет сидя на молодом осле ученики его сперва не поняли этого но когда прославился иисус ну то есть когда иисуса убили потом он воскрес вознесся на небеса ученики вспомнили что так было о нем написано и все это сбылось на нем народ бывший с ним прежде свидетельствовал что вызвал из гроба из гробницы лазаря воскресил его из мертвых потому и встретил у народ ибо слышал что он сотворил это чудо сегодня конечно же мы о лазаре точно с вами говорить не будем мы с вами будем говорить о том о чем я вам уже сегодня сказал и так вот мы с вами сегодня сейчас будем разбирать первую тему это вискозаветное пророчество и плачь по иерусалиму как мы с вами увидели в двух евангелиях в одном евангелии было просто сказано как написано в двух евангелиях было процитировано давайте мы с вами узнаем углубимся что же это за место евангелисты матфей иоанн своих текстах тоже это было да сбудется сказано через пророк который говорит скажите дочери сиона его царь то угрядет тебе кроткий сидя на слице и молодом осле сыне под еремной и точно такое же место иоанна ссылается на писание ветхого завета а именно это писание пророка захарий это 9 глава 9 стих вы можете к нему обратиться и его прочитать мы с вами в принципе это тоже с вами сделаем давайте перейдем и вот уже прочитаем на моих это вы всегда найдете активные ссылки прям сможете перейти к ним как видите у меня даже ветхый завет в этом зайти ставим вставленная та же самая картинка что было сразу понять что мы переходим к тому же самому месту действительно что же мы с вами читаем ликуя от радости дочь сиона торжествуй дочь иерусалима вот царь твой грядет к тебе праведный и спасающий кроткий сидящий на слице и на молодом осле сыне под еремной и там дальше по тексту принципе нам с вами достаточно одного текста чтобы убедиться что это действительно было как мы видим пророк захария говорит именно описывая это самое событие мы с вами видим что это событие что она у нас с вами сбылось очень важно почему у каждого почему и и для кого важно то что это событие было предсказано и исполнилось на миссии иисусе это важно для каждого иудея то есть человека исповедующего иудаизм и до сих пор ожидающего пришествия миссии я вам пока что зачитаю что я себе набросал тут как пометки вы послушайте если вам когда-нибудь придется беседовать с убежденным иудеем и людей my если вы будете пытаться проповедовать ему или им об иисусе то зачитайте ему сначала это пророчество из ветхого завета но по сути это та же самая тора иудейская затем вы можете прочитать ему событие это из нового завета одно дело читать пророчество из ветхого за это другое дело зачитать события из нового завета и затем задайте вопрос такой человеку исповедующему иудаизм если миссии только собирается прийти но как исполнится это пророчество ведь в современном мире никто уже не ездит ни на лошадях у ездит но совсем редко до чтобы это как средство транспорта ну практически не нигде не используют это уже как блажь как развлечение как экзотика где-то там на отдыхе на каких-нибудь там конюшнях да но мы видим с вами что иисус то ехала на ослики по сути как бы пользуясь средством передвижения древним средством передвижения когда естественно люди передвигались часто на вот каких-то лошадях да там и осликах или пешаках и разные есть животные на которых ездит вверху такие слоны и прочие животные до которых работили но об этом и позже поговорим и задайте вопрос такой если миссия только собирается прийти ведь иудеи ну евреи в массе своей но в частности тем более иудеи они отрицают иисуса христа считают его лже пророком не миссии еретиком который да там чет свое нес они его не признают не то что там богом не тоже сыном божьим они тоже пророком а вообще считают его анти тем этим вещам противоположным так вот и можно задать простой и нужно задать простой вопрос что если иисус из если миссии который вы ждете вот исполнен пророчество захарии каким образом он войдет в иерусалим будет подниматься иерусалим на ослики но сейчас никто я говорю уже нормальном мире в современном никто не ездит это очень редкая группа нужде где ты еще существует там где-то конная полиция но это в редких местах ир больше это экзотика и по определенным просто там пронят еще зачем ты тут все этого потихоньку уже давно но потихоньку отходит да вот ну или уже совсем наоборот даже отошли тоже потихоньку да так как это произойдет на миссии и чтобы лучше это понять как это работает посмотрите я пишу видеозаписи человека бывшего убежденного и горячего иудея который приткнулся именно на этом месте писания стал углубляться ему вопрошать бога получил ответ от него и стал христианином также рекомендую другой видео я не буду в описании все эти видео добавлять вы перейдя на эту страничку сможете уже все эти видео найти здесь все ссылки активно вы видите youtube встроенные ролик и в принципе здесь есть все ссылки еще и кликайте отдельно на youtube и откроется я очень рекомендую посмотреть вот это видео который вы сейчас видите на экране ну и вот найдете его на канале на страничке моего сайта это иудеи об иисусе христе это очень важно я вам просто кратко пересхожу но очень важно послушать живое свидетельство живого человека это действительно молодой парень который был ревностным иудеем не знаю был ли он как павел фарисеем из фарисея уж не помню я не стал пересматривать перед этим видео в принципе я его не один раз в свое время пересматривал поэтому могу вам рассказать но каких-то мелочей и помню и хорошо то вам все расскажу вам не интересно будет смотреть но общая мысль такая что действительно был иудеем очень резантно горячим таким религиозным верующим мужчиной парнем я не помню сколько ему лет и вот он приткнулся именно на этом месте то есть он читал пророков естественно закон псалтырь пророка все это читал и вот он приткнулся именно на этом месте у пророка захарии и ну плюс у них есть точно такая же знаете симфония называется но по сути мы с вами все тоже симфонию разбираем когда вот у них есть там пророчество миссии так далее то есть не взять на там мог прям сам глубоко пророках углубиться это может в принципе достаточно человеку который немного времени евреи иудеи там эти вещами заниматься их есть отдельные такие литературы материалы и так далее да и он действительно вот на этом пророчестве а без оба миссии приткнулся и он стал стою муравину давайте этот вопрос вот который я вам сейчас порекомендовал задать этому иудеи потому что этот вопрос возник у обычного человека который исповедовал иудаизм нашего с вами современника видео абсолютно ну так как мы вообще живем только не так долго еще в цифровом мире вы сами можете понять что видео но и посмотреть вы увидите даже достаточно качественную запись то есть видео это достаточно все свежие то знаю на наш с вами даже не то что века наш с вами десятилетия да конечно там да ты мог быть немножко ошибочно все это кто-то перезаливает я сам от передали у меня есть там серый канал так скажем на которые такие вот видео залива она может пропасть когда-нибудь из ютуба но его где-нибудь можно может быть в другом месте будет найти и вот он начинается муть с этим и задавать вопросы своему раввину там более старшему учителю вот как так неужели неужели сейчас если явится миссии он зачем-то будет искать где-то какого-то ослика его целая проблема найти до более в пределах иерусалима и будет в юрсалим на ослике ехать но я в это год никогда не поверю сейчас это уже просто не актуально может поехать на мерседесе если уж ему пешком там охота идти 0 на скромной машине до на мерседесе зачем ему ослик таком брать только какого-то фарисейского исполнения этого пророчества да вряд ли он понимает что суть пророчества не в том что на острике будет среди машин подниматься а что для того времени это было нормально это было просто естественно средство передвижения как бы сейчас речи животных не шла я надеюсь веганы меня поймут мы следующим вопросом будем разбирать именно эту тему эксплуатации ну я сейчас говорили закон грешников до что животные тоже были как инструмент как средство передвижения и так далее вот он задаваясь этим вопросом стал притыкаться и в оконцовке прикнулся в оконцовке он обратился к евангелию он знал что как бы иудеев знает о христианстве христиане знают осуществлять естественно иудеев мусульман и прочих религий он естественно понимал что есть люди которые признают что миссия приходил евреи миссии причем из евреев да он углубился в евангелие он вон открылся христу сам себе сам просто пожелал просто прямо к богу пом даже не к христу а помню к богу обратился но еще не признавая туса богом до что-то откройте мне скажи мне где правда и бог открылся ему по объявился иисус и неважно я не помню там прям видимом образе или виде света и явил ему правду и все он стал искренним христианином после этого вот это очень важно классное свидетельство я вам всем рекомендую поэтому больше у меня прибавить к этому даже нечего да вот потому что людям конечно же не из иудейской среды не из еврейской среды хотя евреи иудея не если вы понимаете разницу еврей может быть не иудей может вообще до лампочки евреи может быть даже не верующим в бога вот есть такие публичные личности надеюсь кто-то из вас может даже догадывается ком я говорю нас есть в политике такие да и полно евреи это не равно иудеи это не равно верующий в бога там до принимающий весь этот иудаизм вот но он был именно таким и поэтому конечно люди которые принимают христа и вообще когда мы с вами как они как говорится в библии из язычников грешники конечно принимаем нас из кто-то нам проповедуют мы кому-то мы начинаем сразу с евангельской истории начинаем с вами явление бога воплоти на землю вот чтобы принести людям благую есть о том что будете жить так же как я будьте жить в любви будьте на земле в принципе счастливы даже в этом аду внутри себя и в обязательность пусть и все блага небесного царства мы с вами начинаем с этого и обычность кто-то нам проповедует нас вышел слышим с вами обычно это и правильно а если вы проповедуете иудею самый прямой путь к его сердцу не через желудок конечно лежит да а через а через пророчество естественно через ветхие завитость так обрано сказать ну и в частности через пророчество миссии потому что они ждут миссию своего то считаешь как мы христиане с вами ждем второго происшествия того же самого можно сказать миссии до которого они отвергли поэтому это это и это прям самая такая камнем преткновения тема и с иудеем христианин должен говорить конечно именно об этом с этого начинать потому что они притыкаются именно на этом через это можно иудея лайка исповедующего иудаизм подвести к истине к христу любви объем вот так вот больше что прибавить или добавить действительно должна этому конечно можно углубляться в тему я не говорю что только через это вот иудеи тут сразу броситься к христу кто-то не бросится есть другие места и так далее но если уж речь зайдет на этом месте вы знаете как ответить что сказать что показать конечно он и по моему он не говорил что вот мой там потом раввина или учитель уверовал то есть а для него стало это да здесь все все зависит от распаханности сердца этого человека этого иудея конечно может найти какие угодно действительно вплоть до того отмазки я не помню он рассказывал там какие может быть отмазки лепил ему его учитель но и вовсе это не впечатлило как вы уже я вам сказал он все-таки стал христианином до вопрошать бога потому что его все это не устраивало конечно отмазки может какие угодно придумать что действительно потом ради может быть исполнение ветхозаветного пророчества себе возьмет ослика и будет тоже иерусалим приходить там может быть всякое но он понимает вот и у него на сердце лежала истина да пусть еще не обрамленное не обожженная гарнили золото да о том что это все не просто ради будет какого-то пафоса чтобы вот формально соблюсти нет а что было пророчество действительно такое оно было прямое и применимо к конкретному времени это время было две тысячи лет тому назад когда это было естественно это тоже самое знаете когда мы читаем евангелие там про омовение ног очень часто до раньше это было нормой у людей там у дома стояла кувшины с водой сейчас вода у каждого дома даже гости по мы сейчас ходим все в закрытые обуви в отличие от древности многие из нас живут в холодных регионах да мои ноги то не каждый раз там грубые моем не пусть каждого прихода ну летом понятно да возьмите там осень зима арю холодных временах там больше часть и нам не понять что такое омовение ног там до из кувшина друг другу поливают или сам себе кто-то там вам с вами не понять что у кого-то есть там рабы и слуги по им это делал да у нас каждый сейчас как бы сам все делает поэтому все по времени очень важно и конечно же вот это вот ветхозаветное пророчество об иисусе она была именно к тому времени будущем уже к современности это не имеет никакого отношения это будет уже какой-то пафос как там папа римский омывает тоже ноги или там какие-нибудь патриархи московские типа гундяева пять показуха который там на службе идет она уже ничего общего с истиной не имеет да а когда это все естественно да когда иисусом умывал ноги ученикам это было естественное дело любви того времени вот и все более это делали если в богатых домах слуги иисус тогда когда они там спорили кто из них выше ниже иисус просто усмирил их таким вот деянием показав что любовь она наоборот служит не требует уже никогда не выясняли кто из них там больше кто меньше вот так вот здесь вот тоже очень важно на этом с вами заканчиваем приходим с вами ко второму вопросу который волнует всех веганов христиан веганов всех людей которые любят животных по настоящему я кратко скажу поводом для этого видео у меня есть я в конце все-таки анонсирую более подробно сейчас вам скажу мне есть два плейлиста веган во христе веган по библии как раз вот так как я сам христианин веган и убежденный вам всегда об этом говорю что христианин который не веган это не христианин это не че это не человек божий потому что убивать животных это все что убивать детей убивать платить за эти убийства еще еще более подло и позорно тем убивать их самому ты делаешь вид что те не колышет что можно и жить пока с этим и это ты когда платишь это ты платишь за убийство заказчик убийцы исполнители они по одной статье даже в человеческом области осуждаются по одной статье и на один и тот же срок поэтому все вы особенно называете христианами новые не веганы вы никакие не христиане вы никакие не дети божьи не дети света невозможно рассказывать кому-то о любви совершая насилие убийство над невинными животными они ни в чем не виноваты они не должны быть для нас не пищей и одежды не лабораторными эти испытуемыми не шубами не цирковыми клоунами и должны в зоопарках сидеть лишившись свободы которым надо по 300 километров в день пробегать это все отвратительно они не должны нас возить на себе все вот это вот прочие мерзости все что человек поработил эксплуатирует и убивает животных это отвратительно если вы говорите чтобы христианин проповедуйте людям что бог есть любовь сотворивший все из любви с любовью сотворивший в том числе и животных при этом вы не веган это будет во первых будете хулить христа среди веганов потому что они здесь никогда не примут христа зная чем вы занимаетесь вот и все и будут абсолютно правы потому что зачем такой христос такая истина когда будет утверждать что бог якобы есть любовь но я вот тут вот и до животных квартиру убивать это отвратительно христианин образец совершенства любви во всем абсолютно проявляемый ко всему божьему творению богу во всем своем проявлении бога в каждой травинке животном и каждом человеке в духе поэтому любимые ангелов и бесов у нас наша любовь проявляется по-разному ко всем природе к животным к людям людям разных возрастов разного пола деяния разные дела то как мы проявляем любовь к ребенку мы не проявляем ее уже зачастую взрослому и наоборот если секс между взрослыми людьми это нормально это радость и удовольствие то секс с ребенком это отвратительно это страшнейший грех зло которое просто ужасно да казалось бы дело одно и то же секс на вопрос это по взрослым человеком это высотой любви называют до занятия любовью то с детям с животным возьмите это страшное зло страшный грех все это будет связано с насилием если среди взрослых людей это делается добровольно то с детям животным все это будет с насилием вот так вот вопрос какой у нас ресурс эксплуатирую лотлика или нет задала мне этот вопрос с моя сестра веганка в христе сестра во христе веганка как угодно и сестра по христе и веганка все у нас вместе и паттефейская политка и она мне задала вот этот вопрос как бы ну а как вот ты смотришь на это это проповедуем веганство тут иисус на ослике я и дал свой ответ это было может быть месяц лет назад уже больше чуть-чуть ну а тут я вот добрался до ролика но я это я уже в принципе тогда дал ответ но я думаю что ей будет приятно это видео посмотрите я хочу дать ответ всем кто какими вопросами интересуются и ищет ответы на них на и на эти вопросы и так давайте я начал вам почитаю то что я эта тема важна для веганов и всех кто искренне лицемерно любит всех животных не только кошечек собачек это лицемерие когда вы там любите кошечек собачек домашнюю свинку да а потом кушаете обычную удовольствие это все лицемерие иисус если иисус это бог любовь по плоти сотворишь и все а это действительно так то как он мог позволить себе эксплуатировать бедного ослика сев на него верхом и на нем добраться до иерусалима ну я поделил поделил ответ свой на 3 по пункта таких начнем с первым у самого иисуса не было никаких животных для для эксплуатации их в своих целях то есть еще раз первая тема и первое это скажем под пункт ответа это вопрос очень важно что сам иисус мы с вами знаем что люди ведут там домашнее хозяйство как они называют там да такие те фермы и прочие животноводческие и так далее иисус у иисуса мы знаем никакого животного не было никого не эксплуатировала он не имел он везде мы видим ходил пешком абсолютно да то есть мы знаем что это единственный случай это никак не оправдывает если это грех мы пока просто подводим к этому у самого иисуса иисус никакую никаких животных домашних не держал да не никаких животных не эксплуатировал сам он мы знаем в основной своей масти всегда ходил это очень важно это единственный случай по крайней мере мы знаем из евангелия что иисус вот на этом ослики вообще непонятно насколько там непонятно ну как можно сейчас очень тяжело все эти древние карты точно понять расстояние но однозначно что все остальные люди шли пешком это все было очень недалеко вот и неважно из другого города прямо суда ехал там из вифаги и сани можно конечно это углубляться но не суть важно мы с вами видим что были небольшие расстояния ну и плюс эти животные действительно ну так назовем верховые кого используют для верховой езды то конечно они очень выносливые очень долго могут и там даже человек или какую-то ношу принести это действительно так вот но надо просто понять 1 все что это было даже из евангелия мы знаем что это был один его лишь случай это очень важно второе подпункт ответа на этот вопрос это единственный случай никак не показывает нам иисуса жестоким эксплуататором животных конечно здесь ослик не отвечает иисусу человеческим голосом как это делает валам восклица меня есть видео здесь все ссылки активны вы кликните перейдете и посмотрите тоже рекомендую кого такие темы интересуют провалом восклица я думаю что даже христиане немногие знают откуда этот эпизод что он и как он и как то жизнью какую можно пользу для себя извлечь я вам рекомендую его тоже посмотреть те ссылки активные я их не верю не буду в описании к ролику отдельно писать вы все можете здесь кликать и открывать поэтому конечно ослик как мы знаем что ослик ничего не ответил иисусу и не неизвестно даже спрашивал ли иисус его разрушение присесть на него вот не отвечает иисусу но давай но я убежден что если к давай согласен на то чтобы иисус сел на него но знаю все так еще раз эту тему потерял это единственный случай никак не показан иисуса жестоким эксплуататором животных конечно здесь ослик не отвечает иисус человеческим голосом как это делает валам вас лица давай согласен на то чтобы иисус сел на него но мы с вами зная все евангелие то есть жизнь и учение иисуса насколько она любвеобильна и что она все призывает естественно к любви целиком и понимая контекст всех вот этих событий урнадо важно понимать что это не какой-то там ослика иисуса которого он там когда-то купил маленьким поработил там эксплуатировал нет мы все это с вами знаем что иисус таким не занимался то мы можем с вами естественно предположить зная весь контекст евангелия знаю что иисус это бог любовь во плоти явившийся людям что ослик с радостью прокатил иисуса до иерусалима мы люди тоже с радостью катаем на себе своих детей родители друзей и не страдаем от этого какую мысль я до вас доношу очень простую во первых иисус когда сел на это вообще когда ехал на этом ослике естественно это животное способно как я уже сейчас кратко сказал переносить большие нагрузки относительно даже того же самого человека а это крепкие животные лошади ослики и шокеи там кони слоны быки разных животных используют для вот такого вот верховой езды или что-то на них верблюды те же самые до в пустыне и они действительно способны к большим перенесения больших тяжестей это мы с вами любой кто поинтересуется знаешь что там огромное не действительно несут и все такое я к чему об этом говорю к тому что мы с вами люди тоже я не стал вам тут картинок всяких разных я думаю что фантазия богатая вы и так все понимаете мы когда друзья мы тоже друг друг к тем я помню нас какая-то игра была на секциях или во дворе мы еще друг на друга садились вот так там пытались что-то валять и так далее родители носят детей тем более очень часто до большого возраста и могут с ними ходить и носить их там или на себе вот так вот или сверху там на шею сажают взрослые дети там при ну при нужде носят родителей да я говорю мы можем играться в разные те игры действительно то есть даже мы я к чему это говорю что когда мы на себя там подружаем какого человека человек 6 человек да какие-то ноши носим этом рюкзаки тяжелые путешествие отправляемся мы же не ломаемся это очень важно мы делаем все это с радостью это все таки тоже дела и акты проявления любви друг другу да тут же нет никакого насилия если мы там дурачим сервер как юности там друг друга ребята по первому там как-то брали еще другие друг цепляли что валять там пытались разные тигры играли действительно надо были связаны с тем что ты друг на друге сидишь как там ездишь я помню какие-то игры были где мы по несколько человек что вставали там или как-то вставали друг на друг проехали чет там это было все это не смертельно ослик вы же поймите мы живем сейчас ужасном мире да мы не чувствуем животных мы потеряли рай и сейчас мы выживем в отвратительном мире в адском мире можешь сказать да где люди не понимают животных животные не понимают людей они нас страшат после того как мы начали их убивать в девятой главе книги бытия об этом прямо написано что в их не природу вошел тот страх к человеку за то что там такие вещи с животными творят стали порабощать вот именно верховая езда вот это вот это был уже до потопа вот после потопа как бы бог менять на самом деле в любом кого бьют просыпается этот страх животных стал ужасный страх человеку да вот это поэтому они нас точно так же боятся мы их не понимаем это конечно же у тех кто хочет изменить весь этот адский закон жизни как павел сказала все творение божье все животные ждут откровение мозгов сердца детей божьих кого они на место встают те кого они встанут на место в небесном царстве будут купаться в этой любви с этими животными в ли животное это классное божье создание они как дети уровень их развития это 5-10 лет ребенка это наивность любвеобильность это привязанность вот такая вот детская радость очень важно те кто любит те кто станут веганами будет действительно вкусит эту радость в небесном царстве где будет просто изобиливать животные растительный мир те кто не станут на путь придется пройти круг ада в котором не будет вообще никого там останется одни дал будьте с христианами только там не будет ни одного животного в эту вкус поймете только ужасен мир вот без этого потому что вся та боль которую вы причиняете сейчас сегодня животному миру это отвратительно первый экзамен который будет сдавать человек переходя в иной мир это любовь к беззащитным животным к детям к старикам слов про проявляемо против них первым будет преткновением вашего входа в небесное царство уж это отвратительно от настолько низко дальше и говорить вообще не о чем причинять зло тому тем бруктур вообще ничего не делает кто не способен вам ничего сделать кто не способен вам никак ответить я говорю это животные эти старики больные какие-то люди новой валиды люди с хроничными возможностями это отвратительно делает зло против божьего творения вот такого вот немощного которая верена в попечении это отвратительно это мерзко за все придется дать ответы и и и вкусить все то зло которое вы причиняли так вот я знаете хочу еще сказать я думаю что каждый христианин по-настоящему любящий христа сам бы хотел оказаться на месте этого ослика и готов был иисус не столько до иерусалима а до края земли на своем горбу нести я вам сейчас говорю это без лишнего сарказма поэтому я просто и говорю что это любовь вы знаете ведь любовь мы проявляем как в жизнь всю теми возможностями теми дарами теми талантами которые мы и умеем конечно же человек вот знаете какой пример вам приведу ну человек вот без ног есть примеры когда там женится кто-то инвалид в коляске увечь какой получил и либо нашел себе там невесту ли было не отказалась да вот он теперь инвалид она такая он и не может уже встать и на своих ногах и и там пронести поднять там поносить ее да все человек немощно да здесь то же самое а ослик может нести ему это несложно такие расстояния ему совершенно несложно его не эксплуатирует причем поймите что иисус это бог любовь во плоти я говорю мы с вами тонкости евангелия не знаю у нас три евангелия из четырех не рассказали о воскрешении лазаря о котором кстати в эпизоде вот мы с вами сейчас читали казалось бы о восхождении иерусалима если вы обратили внимание то иоанн который рассказывал о воскресении лазаря даже здесь опять упомянул что люди вот именно славили христа за то что он несколько дней назад еще до этого воскресил лазаря из мертвых очень важно вы поймите с вами помним я вам не зря все эти слова употребляет я их не просто так в космос запускаю я когда что-то говорю я надеюсь вы очень внимательно меня слушаете что целиком евангелие надо понимать в контексте все смотреть мы видим как иисусу покорялась природа буря он не говорит умолкни она превращается в штиль увидим как он покоряется бесы видим как он покоряется материя когда он там из воды делает вино из ничего из хлеба из двух и там из пяти кусочков делает тысячи этих кусочков да мы видим что ему покоряется все и мы видим что он есть абсолютная любовь я вам много раз говорил я вас уверяю что те евангелие которые до нас дошли не передали нам и двух процентов того что было даже за те три года в жизнедеятельности иисуса христа конечно же этот ослик не хуже бесов и прекрасно знал кто перед ним я вас уверяю что этот ослик с удовольствием вез на себе иисуса христа точно также как каждый из нас я даже будучи человеком вы знаете я свой горб готов поставить и был на четвереньках бы готов был иисуса иерусалим до иерусалима довести если у нас было много мы можем там двое трое пять десять ребят мы вот так бы взяли бы на руках бы понесли ну или как в древности это когда на щит поднять какой такой действительно делали и несли да если есть где рабы там людей там власть имеющих да там носили и это действительно порабощение человека его эксплуатация то иисус христа мы бы с радостью донесли бы иерусалим очень важно тоже наша любовь так проявляется да поэтому конечно же я хочу обратить ваше внимание если вы заметили во втором этом эпизоде который мы с вами разбираем эксплуатации животных я поместил здесь у меня есть видео уже видите как у меня одно за другое цепляется я очень рекомендую посмотреть это называется она эксплуатация и убийство лошадей верховая езда я его записал от 2 марта 22 года посмотрите его обязательно я говорю не путайте здесь иисуса который которому опять просто покорилась животное об этом сейчас будем с вами позже почему я и хочу видите ролик не делить я поставлю тайм-коды можно будет кому-то дать веганам там вот на этот второй момент дать очень важно ехать во весь контекст да и на поэтому я так много и про странно говорю очень важно что иисус это я уже сейчас скажу мы с вами переходим плавно к третьему моменту что иисус иисуса вез необъезженный ослик необъезженный на которого никто как написано из людей никогда не садился если вы не знакомы с этой темой я вам рекомендую прежде всего посмотреть мой вот это видео ну видите на значке написано лошади это касается не только лошадей это касается всех животных по сути ролик ну образно я так назвал касается он абсолютно любого животного которого используют это вообще любого животного который человек порабощает для своих каких-то эгоистичных целей для эксплуатации для порабощения животного для ломания его вот но в частности я там разбираю частный случай это верховая езда и эксплуатацию тех животных которых можно как-то эксплуатировать для перевозки чего-то или для самих себя когда там люди перевозят так скажем да это сюда вся группа подходит я уже сказал там можно перечислять их может быть в разных странах какие другие я всех не знаю это лошади арусе кто там бежа семейства лошадиных или как-то рот называется если дать все ослики и шаки там как-то не там еще называется там сейчас по меси есть всех этих лошадей вот как тестом верблюды возьмите те же самые слоны и же самые быки а то есть в разных странах все это сплатирую до этих живот именно верховая езда как ломает этих животных мы сейчас переходим к третьему и и самое важное о чем я хочу сказать вот если даже не смотреть этот ролик животное на которой никогда никто из людей так скажем не садился на животные сами себя не седлают или других животных никогда не позволит никому на себя здесь прям тут же реакция любого животного это скинуть себя того кто на него водрузился абсолютно любой животное так скажем которого еще не поломали у которого вы не видите вот этих вот удил железных во рту которому годами не ломали психику до тех пор пока она не смирится этих животных именно ломают физически ломают и психически прежде ну через физическое ломают психику лошади никогда не покоряются человеку и им ломают психику их делают рабами сами они никогда бы не покорились ни на одну лошадь невозможно оседлать ни одного на на ни на одного осла ни на одного быка ни на одного верблюда сесть на не оседланного невозможно в принципе человек этого сделать не может если он сядет она тут же скинет и мы с вами что поэтому я говорю это опять вот живой пример это я имею ввиду что это молчаливая то что иисус сел на необъезженного ослика о чем нам свидетельствует о том что это не было эксплуатация что этот ослик несмотря на то что здесь как в ламма воспитывал не сказал иисус не спросила можно я подвезешь меня узкого конечно господь мой бог мой да да мы с вами такого диалога не видим но то что этот ослик везет иисуса первого человека на него севшего бога человека бога если хотите да это здесь то о том что он дал свое добровольное согласие это очень важно потому что сесть и поехать на необъезженном животном не возможно и мы с вами переходим к третьему к третьей мысли о которой еще плыть это власть над животными иисуса естественно который свидетельствует опять о чем что иисус есть бог как бы хоть я хочу вас обратить внимание на очень важный тоже нюанс этого в евангелии опять мы с вами не видим но хочу обратить внимание смотрите опять две картинки ну на этих мне очень нравится и я я я думаю что было и так сейчас покажу это мы закроем уже смотрим который у нас с вами первая была иисус здесь сидит это называется ну я называют верхом по крайней мере понять что любая можно и боком но он сидит прямо как наездник я бы сказал да пусть это когда животное между твоих ног пусть он на него прям сел и вот сидит да вот вам раз картинка и я уже закрыл да ту из ветхого завета ну хорошо там тоже была картинка где иисус сидит как бы как наездник да и вот пожалуйста вам две картинки где рисуют что иисус это он сидит как бы боком ну так обычно садятся даже женщины и причем не сами смысле ну или сами или обычными на животных садятся по двое да то есть допустим наездник кто ведет и еще у них на животных умудряются и по двое садится потому что там позволяет расстояние да вот мне лично нравится я верю убежденность хотите верю что иисус сидел вот так вот тело не как женщина я так образно говорю ну женщина опять раз понятно где верховая езда она тоже в штанах тоже садятся ну в древности садились боком и объезжено животное она не скидывает естественно человека на него поэтому можно как угодно сесть и и и и наездником вот так и можно сесть боком да я верю что иисус сидел вот так вот не знаю мне так почему-то нравится я думаю что он сидел ним это более это даже выглядит более скромно более кротко написано что он сидит что иисус едет на тех царь твой кроткий даже сама эта посадка боком они как наездник говорит о кротости говорит а знаете как будто я вот ну как и знать как на лавочку можно сесть развалиться а можно так аккуратно с краю присесть конечно же поза где иисус садится как бы вот так сбоку они как наездник до говорит о скромности говорит о том что он как бы к этому ослику как бы но с любовью да это для меня лично сама поза очевидно вот конечно мы этого не видим из евангелия таких подробностей нам никто к сожалению может сказать не описаны евангелие тогда был действительно очень большое так вот это хоть и маленький нюанс но мне хотелось чтобы во нем тоже зафиксировали давайте я вам теперь прочитаю еще раз тоже кое-что что здесь написал то что иисус сел на не обиженного ослика и доехал на нем до иерусалима не иначе как явление очередного чуда вот казалось бы такая мелочь такая мелочь на которую многие из нас вообще не обращают внимание очень важно я еще расскажу это потому что дано она стоила начать с вопроса вы знаете это вечный вопрос иисус кто-то мессия христос сын божий пророк обычный или сын божий или даже сам бог я всем естественно утверждаю и проповедую что иисус есть сам бог во плоти бог любовь во плоти по плоти не не воплотился а во плоти явился на он всегда был есть и будет мы созданы по его образу и подобие и мы не духи мы всегда во плоти поэтому иисус всегда был во плоти он прежде нежели авраам уже был все им сотворено он всегда был и он не дух он именно во плоти и мы поэтому бог во плоти явился нам это очень важно и казалось бы такая мелочь и и в евангелии очень часто те кто не исповедует что бог вот где там вопрос где там сказано что он бог где он сам о себе говорил ли кто-то от него говорил во первых есть где он и сам может сказать и все говорит дело себя с отцом одним целым он говорит что я и бог одно это раз я вам кратко от темы до отойду о нем естественно свидетельствовали его ученики в разных местах писания есть да не прямо говорит что он и есть ох но иисус нам очень правильные вещи говорил посудите по всему а делам по делам по всему в жизни по поступкам тем более если речь идет о человеке деле вывод делаете о нем по его делам иисус сказал ведь не верите мне словам мои посмотрите на мои дела и еще раз фиксирую ваше внимание то что иисус садится на необъезженное животное в частности в данном случае нас острик это невероятное чудо это чудо чудо опять доказывающие то что иисус есть бог потому что это сделать обычному человеку невозможно никто из нас в этой жизни с вами и ходит по воде и не приумножает хлебов и украшает бури и превращает воду в вино не способен не то что сесть на необъезженное животное ты бы кошку дозваться не можем она сама по себе ходит это очень важно это настолько важно и настолько яркий яркий эпизод о том что сказать что иисус есть бог которому все покорено конечно же не силу не 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 властью силы а властью любви и каждое животное конечно же чувила во христе своего создателя я в этом не капли мне для этого не нужно не евангелие не какой-то во свете откровение свыше у меня есть откровение здесь я знаю об этом проявление его так давайте еще разочитаем то что иисус тела необъезженного ослика и доехал на нем до иерусалима не иначе как явление очередного чуда проявление его любвеобильной власти над животными и ответной любви животных к нему и доказательство того что именно он тот бог сотворивший любой человек кто поинтересуется темой верховой езды узнает что сесть человеку на необъезженное животное невозможно путь то лошадь бык и шаг ослик верблюд и так далее необъезженное животное тут же начнет брыкаться скакать бежать то есть будет пытаться всячески любыми путями скинуть себе того кто попытался оседлать его животное объезжается в чите в течение длительного времени с использованием ротовых удил слушается животный человек только потому что его поработили и искали ли это по-другому просто невозможно ротовых удил палок кнутов и самое главное ломанием психики и гордости свободного живого существа иисус ничего подобного не делал ибо он бог любовь сотворивший все иисус аккуратно садится на ослика как на друга возлюбленного и тот с любовью к своему другу создателю катает его доставляя в юрисалим уверен что те из нас кто пламенно полюбил христа с радостью сами бы взяли христа на руки и понесли хоть юрусалим хоть на край цвета но об этом я уже сказал сожалению у нас нет всех подробностей этого события таких как шла ли объезженная ослица перед осликом ведя его за собой хотя и убежден что она шла позади сидел ли иисус на ослике боком или как наездник хотя я убежден что он сидел боком и прочее что могло бы нам лучше рассказать о тех событиях и и много о чем задуматься но одно точно очевидно иисус одно точно очевидно иисус иисусу не было ничего не подвластного и покорялась ему природа и материя бесы и ангелы а также животные у громогласно и ясно свидетельствует о том кто он есть на самом деле бог любовь во плоти явившийся люди по образу и подобию которого мы все с вами сотворены ну вот я затронул тему тоже я убежден вы понимаете тоже может сказать да вот иисус там сел и и ослик же пошел ведь опять же надо понять мы с вами видим что есть еще помимо ослика есть его мать мама ослика взрослая ослица и кто знает опять же насколько в животном мире и ленок или как он называет мы будем называть прям детьми да что вот эти вот дети животных они очень привязаны к своим родителям и этот осленок по идее пошел бы только за своей матерью именно так и из загоняют и отнимают там малышей а взрослых родителей особи каких-то животных но я ни в коем случае я вообще не сомневаюсь о том что ослик в этот раз шел принципе из евангелия там вот не совсем понятно то ли ослица взаде шла я вот уверяю уверен во первых могут конечно это не доказать это на всех картинках что но я сколько правда картинок вы не пересмотрите я лично ни одной не нашел это очень показательно где было бы нарисовано что ослица идет впереди во первых принципе может сказать что может быть нету где на их спать идет это кстати тоже я ведь и справедлив сюда хочу вам тоже там чтоб какую-то одну сторону показывать ее особо то их за ее вообще не видно хотя мы с вами видим что привели как бы всех вроде бы но иисус правда очевидно что сел на на отклика да на этого на необъезженного но я вот убежден что конечно же это было опять же чудо пусть нам это мелочь недосказано я опять вот вот смотрите не опять лазаря затронули я всегда вот мне очень нравится именно на примере лазаре показы три евангелисты из четырех вообще не рассказывают о воскресшем лайк лазаре это очень показательно а мы а мы требуем надо от евангелий который нас через две тысячи лет дошли что у нас были такие мелочи где там шла ослица и евангелисты не рассказали о лазаре четырехдневном трупе разлагающимся которого воскресила иисус чем мы требуем чтобы нам об ослике были рассказаны был и шел ли он там перед маму ослика впереди или в зале но я вам по внутреннему откровению нарисую картину которую я верю что это чистое евангелие конечно же мама этого ослика шла позади своего сыночка ослика по нескольким причинам первое это телесно то есть это опять было явлением чудо божьего и никто несмотря на то что вы тоже может быть на картинках найдете вот что есть поводырь как бы кто-то держит этого ослика он несмотря на то что не объезжено конечно на нем были какие-то уже веревки наверняка нитки их же надо куда-то привязывать хотя опять же кто видел если это еще не не совсем взрослые особи животного они очень привязаны к своей матери и они никогда от нее не уйдут поэтому достаточно привязать мать если вы живете в селе в деревне вы знаете как привязывают коров коз там и так далее даст а если это еще маленькие или еще даже не маленькие пока не привязаны вот это может быть достаточно до такого возраста приличного да там до годовалого он уже может вот именно там перевозить или все что-то но они очень сильно привязаны к своим родителям достаточно просто лошади то же самое же ребенок не отойдет просто как от матери его его палкой бушит гонять он не отойдет но этот успех возможно был уже может быть врослый на нем тоже уже могло быть какие-то нитки его тоже могли уже привязывать к стойлам и так далее потому что в евангелии тоже написано что отвязывать хотя там ягру там непонятно может быть отвязывать только мать осленка да вот и на рисунках на многих во первых опять ну так я даже не знаю есть на каком десу сам там чуть ли не по вожжете держит я конечно же убежден что никаких если на на усыке что-то и было ты просто там скажем болталась что он сам шел это было очередное чудо я ни капли в этом не сомневаюсь что иисус все так опять показал понятно это могло не на многих повлиять хотя я верю что и там были люди такие как я которые видели удивлялись тому что они видят да вот это было очередное чудо я верю что это возника никто не вел он сам шел по велению иисуса понимаешь что хочет от него иисус и куда он хочет чтобы он шел я знаю что ему покоряется природа материя бесы и ангелы люди в том числе да мне никакого сомнения нет что и что отклик шел сам иисус его не держал не за поводья там их если даже они были за удела никто его не его впереди и впереди его и впереди него не шла с лица это сто процентов 2 это духовное мы все прекрасно знаем сегодня может быть когда я напишу еще ролики сюда добавленная страницу что именно может где там нет есть картинки где где рисует и ослицу вообще есть картинки где чуть ли иисус не на ослице едет но иоанн нам прямо говорит что иисус едет на ослике это очень важно очень важно да что он сел именно на молодого осла и молодой осел ведь это вообще ну давайте ладно опять вернемся скажем вообще к символьному пониманию вот этого события конечно же этот вас это восхождение в иерусалим который уже состоялась иисусе исполнит это возраивное пророчество конечно же что это символизирует я может рассказывал что все пророчества в своих разных видео у себя пророчества они прежде всего бывали особенно ветха завет они пророчества они бывали они естественно относились к тем временам очень близким там пророкümüz а и свая их поколения говорили они относились к первым пришли с христа и они относились бывал и и второму даже евангельские события которые были они происходили и и и и и в евангелии да и они очень многие символизировали или зеркально показывают нам события второго пришествия сус креста это очень важно я говорю как мы видим есть такие события которые и ветхом сдавить там срабатывали ведь на самом деле то что сказано в захаре она уже сбывалась там как бы царь который восстанавливал русалим после плена и так далее вот ну конечно же тот не был миссии хотя он тоже был помазанником любой царь там помазанник но все это применяется и ко христу и к первым и ко втором пришествии конечно же иисус во второе пришествие уже на острике не будет иерусалим приходить молодой осел символизирует такие как мы с вами по крайней мере я про себя говорю это из язычников грешники это христиане из всех народов ослицей называется кто знает кто толкование что он и так и есть это это верующие из из иудеев да именно поэтому иисус сел то не на нее потому что конечно же иудеи в своей массе отреклись они так скажем будут догонять вот действительно приняли иисуса именно язычники в концовке до евреи иудеи евреи иудеи понимаете я могу тоже перемешку и слова говорить в надежде на то что меня понимают все равно вот отвергли христа так что это очень важно и вот этот вот события я говорю тебя вся вот эта вот картина конечно же мы с вами вот в концовке так подвели да это именно я хочу показать что иисус конечно же тоже именно богом и это событие она вот показывает что как иисус вот так вот такой вот эпизода я говорю мы таких мелочей и многие из нас конечно привыкли к этим известным таким эпизодом как там приумножение хлебов кто-то многие муж даже из грешников слышали даже не разу не читать евангелия вышли там а превращение воды в вино ну что иисус по воде ходил это на каждый человек на земле знает а вот то что он ехал на необъезженном ослике об этом немногие задумывают я хотел сегодня с вами этими вот вещами поделиться поделиться подивиться да насколько это прекрасно насколько это славно чей евангелие можно до бесконечности перечитывать и все вот эти вот события находить для себя и видеть в них прекрасное потому что сам иисус прекрасен то есть бог любовь его деяния были прекрасны все события которые происходили были прекрасны в общем-то так вот радости и селин переполняет сердце надеюсь после услышанного ваша тоже так я в принципе вам все об этом рассказал как я вам сказал что может конечно еще что-то разбирать разные слова в этом эпизоде еще можно чего увидеть что-то найти какие-то места обратить внимание я хотел с вами сегодня поговорить по сути все эти слова я даже вам не стал ничего о плаче иисуса хотел вам сказать когда на берсалиме но он как бы плакал о том что вас плакал о том что вот его не принимают да люди сами отвергают для себя счастье это печально как и поэтому все эти опять же плач иисуса иерусалиме конечно же с простом как вы сами себя наказываете опять же ты придут можно рассмотреть и как в такой симфонии человечности иисус то потому что мы знаем что это было не раз это же мы знаем при том же самом воскресении лазаря тоже иисус плакнул уже расчувствовалась когда кругом люди плакали сожалели смерти лазарем тут тоже там написано уже прослезился вот но это тема для день симфония по сути все таки у нас с вами сегодня как я вам сказал такое знаете не раздельная просто мы на иисус смотрим а мы смотрим именно на христа у вас вот эта вот картинка и значок видео запечатлелся это иисус и ослик а вот вместе и остальное можно убрать хотя люди тоже важны во всей этом эпизоде ведь они были свидетелем всему и всем этим событиям которых мы с вами что увидели иисус есть первое христос то есть миссия помазанник по иисус любит животных и иисус есть ох вот такое вот видео надеюсь она вам понравилась было интересно и вы для себя приобрели какое-то на здание какое последнее напутствие заповедь моего для вас чтобы вы все это приняли в свое сердце и обрели полноту части все это примите иисус бог миссия и абсолютно на любовь ко всем не лицемерная всему своему творению он создал который он всячески во всем присутствует обретете полноту блага быть я счастья жизни этой жизни уже пусть не по плоти по плоти еще у нас бывает у страдания но по духу точно и обязательно все это и это у сети в не все что вы какой мир вокруг себя в этой жизни сдаете он будет ждать вас там открывание двери и здорово будет если эта дверь будет христа вот новый светлый радостный и царит одна любви они все купаться если конечно же сами станем этой любовью на этом я с вами прощаюсь пишите если в комментариях если есть у вас какие вопросы какие интересные эпизоды мысли что-то вам непонятно в евангелии разберу для вас какие сложные моменты вот вам непонятно вот у вас какое-то противление что-то не дает покоя а и так по евангелию или просто по христианскому учению пусть даже по какой-нибудь секты напишите поделить свои мысли и воспечатления после прослушив что открылась что ясно что какие эмоции и чувства лепите лайки под роликами помогает кому-то еще увидеть их познать и делитесь им их ресурс вообще где считаете нужно пусть свет христов сияет и видит